Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам один из вариантов приготовления вкуснейшего пирожного картошка. Обязательно приготовьте! Во-первых, это очень просто и быстро, во-вторых, это прекрасная возможность использовать остатки бисквита, который залежался, или обрезки любых оставшихся коржей для торта. Для этого рецепта можно также использовать остатки кекса или печенья, которые по каким-то причинам сразу не съели. Подготовим все необходимые ингредиенты. Подробный список также смотрите внизу в описании этого видео. Первым делом поджарим орехи и дадим им остыть. Можно использовать абсолютно любые орехи, которые вы любите и те, которые есть у вас в наличии. У меня сегодня грецкие орехи. Остывшие орехи измельчаем в крошку любым удобным способом. В чашу блендера отправляем кусочки бисквита и высыпаем какао. Превращаем все это в мелкую однородную крошку. Часть этой крошки сразу откладываем в отдельную емкость, приблизительно 2 столовые ложки. Убираем пока в сторону, она нам понадобится позже для обсыпки пирожных. В большую удобную емкость высыпаем бисквитную крошку, добавляем вареную сгущенку и высыпаем подготовленные измельченные орехи. С одного лимона и одного апельсина снимаем цедру. Снимаем только желтую часть, не затрагивая белую. Добавляем цедру к остальным ингредиентам. В конце добавляем 3 столовые ложки сливочного ликера Бейлис и тщательно все перемешиваем. Этот рецепт я нашла в инстаграм-аккаунте Бейлис Раша, в котором сейчас проходит серия бесплатных мастер-классов от ведущих фудблогеров России. Ссылку на этот аккаунт я оставлю в описании. Когда перемешивать ложкой станет трудно, переходим к ручному замесу. В результате должна получиться мягкая, пластичная и слегка липкая шоколадная масса. Форму пирожного можно выбрать любую. Мне захотелось скатать шарики. Размер пирожного также выбирайте на свое усмотрение. Я сделала небольшие пирожные по 30 граммов. Это чуть больше половины столовой ложки. Готовые пирожные я буду укладывать в небольшие одноразовые бумажные капсулы. Щедро обваливаем пирожные в ранее отложенной шоколадной крошке. В результате из данного количества ингредиентов у меня получилось 13 изделий по 30 граммов диаметром по 3,5 сантиметра. В принципе, можно сразу угощаться. Но если дать настояться в холоде, хотя бы часик пирожные станут еще вкуснее. Я готовила разные варианты этого пирожного, но, честно говоря, этот вариант был признан моей семьей и друзьями самым лучшим. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди только интересное. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео!